И здесь я передаю, я же такой, у меня лекция надергана из всяких разных материалов в сети. Я просто такой вечерний ваш диджей, поэтому можно тут расслабиться и особо не напрягаться. Но несколько слов перед этим видео я хочу сказать. Во-первых, я хочу извиниться в видео на английском языке, но там большого размера русские субтитры внизу. Следующий момент, который я хотел сказать, это я просто наткнулся на него в фейсбуке, условно говоря, полтора недели назад. Это Дон Норман, который работал в Apple, и он рассказывает, что такое на самом деле UX-дизайн. И я был на самом деле поражен комментарием к этому видео. Ну то есть я не помню персоналей, да это и не важно, но люди писали, нет, дедушка, конечно, уважаемый, но типа он был в основе всего, ну зачем сейчас все, как бы сейчас все классно разделились. UX-дизайн — это экраны и экранные интерфейсы. А, собственно, Дон Норман говорит вам абсолютно вообратом. Он говорит, что UX-дизайнеры — это все дизайнеры вообще. И это все дизайнеры. Массажер. Дизайнеры. Все дизайнеры. Все дизайнеры. Все дизайнеры — это все дизайнеры, что это не подойдет, и даже не подойдет, потому что это может быть почитать кто-то. Дизайнеры — это не подойдет. Цена, что мы хотели придумать, в этом году, в том числе, «Усер-experиенет», и создавали то, что мы называем, «Усер-experиенсы, Аркитекты» в Апплее — чтобы улучшить это. Ну, Аппл был уже очень хорошим, поэтому мы начали с хорошим продуктом, чтобы было лучше. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer. I design websites or I design apps. And they have no clues to what they're doing. And they think the experience is that simple device, the website or the app or who knows what. No! It's everything. It's the way you experience the world. It's the way you experience your life. It's the way you experience the service. Or, yeah, an app or a computer system. But it's a system, it's everything. Got it? Да, да, я думаю, что это очень правильно. И, на самом деле, с недавнего времени я спрашиваю коллег и студентов, я начал преподавать в этом году, что такое дизайн. И очень часто, во-первых, можно сразу расслабиться. То есть, если вы, дизайнеры, услышали такой вопрос, что такое дизайн, все такие, о, господи, какой вопрос. Это про мою профессию. Что же мне ответить? Единого правильного ответа нет. То есть, есть очень много правильных ответов, которые действительно объясняют, что такое дизайн. Но внутри себя я отвечаю сейчас на данный момент, на развитие Тимура Бурбаева в 2017 год. Я отвечаю, что дизайн можно разделить на две категории. Дизайн как результат и дизайн как процесс. И хороший дизайн как результат – это максимально хороший пользовательский опыт. То есть, у вас просто был хороший опыт с этой вещью, значит, дизайн хороший. А как мы недавно поняли, что хороший опыт – это сочетание всех этих слоев. Это эстетика, это интерактив, это то, как продукт работает, это из тех материалов, как он сделан. Вот. А, собственно, дизайн как процесс – это проектирование этого опыта. И если вы как-то находитесь в индустрии дизайна, основной совет, который я могу вам дать – всегда делайте себе более широкую задачу, да? То есть, ставьте себе задачу не дизайна упаковки, а проектирование опыта по… и там в зависимости от чего. Это там торт, я не знаю, доставка DHL и так далее. То есть, как только вы себе переформулируете задачу более широко, вы сразу сделаете более качественный продукт. К чему эта картинка? Собственно, само по себе название промышленный дизайн, который мы используем как перевод, опять же, с английского появилось, когда возникла необходимость создавать design for industry. То есть, дизайн для промышленности. И мне кажется, это самая большая беда, которая сейчас может происходить с нашим образованием и с нашими дизайнерами – это то, что промышленный дизайнер… Кто такой промышленный дизайнер? Он, значит, 3D, он эскизирует, знает, как работает 3D-принтер и про литье пластмасса там. Что-нибудь, штамповка там, еще что-нибудь, подшипники. Ну, то есть, это супер устаревший формат. Мы, конечно, должны проектировать для людей. То есть, не для индустрии, а для людей. Но здесь очень важный момент, что мы должны проектировать в том числе и для людей, работающих на индустрии. То есть, когда у нас вот этот вот пользовательский опыт не делится на только исключительно опыт конечного потребителя, когда он в себя включает опыт сборщика в цеху, опыт человека, который налаживает станок, опыт человека, который доставляет это в магазин, опыт человека, который выкладывает это на полку. Опыт человека, который создает для этого рекламу. И если у нас весь этот опыт позитивный, мы с вами, вау, молодцы, создали хороший продукт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...